Всем привет-привет, с вами Флешка и это Женские Игры, и мы продолжаем развлекаться на карте Новый Горизонт Игры Ктеха. Смотрите, как моя зона резинового дерева преобразилась, я вам говорила, что я уберу ее, я ее таки убрала, немножечко вот здесь подровняла, и в силу того, что теперь я питаюсь пшеницей, арахисом, яблоками и всяческими ягодами, которые у меня там растут, я вот сделала такую грядочку, здесь у меня пшеница с арахисом, растет медленно, да, я знаю, но мне для того, чтобы делать палочки для селекции и вообще выращивать чего-то на палочках, надо сделать машинку, которая будет резать мне эти палочки, просто так я их забабахать, к сожалению, не могу. Кстати, к чему я разогналась вот между сериями, я прям, я думала, что вот, почему думала, я вот эту грядку буду использовать как грядку для селекции, то есть там мы чем-то будем заниматься, но это еще не скоро, и, конечно же, вот такая вот миленькая яблоневая роща не могла я обойтись без садов. Вот потихонечку оттесняю свои вишневые деревья, и это меня немножечко не радует, не радует. Мне нужна будет еще платформа, пространство или еще что-то, и я не решила, куда я буду это развивать, но это будет потом. А сегодня мы займемся, чем мы займемся? Мы, наконец-то, займемся батарейками, потому что флешка, наконец-то, все нашла, все нашла. Я нашла жилу Лида в Твилайте, я нашла жилу Тетраэдрита в Незере и добыла оттуда... Нет, я добыла. А что я добыла? Что я добыла и куда я это сложила? Вот это вопрос. Вот, вот же он, вот же он, вот, я добыла степнит. Да, что мы с ним можем сделать? Что мы можем сделать? Как мы можем его удвоить? Мы можем его крошануть, потом молоточком побить и получить по тех же слиточках. Я знаю, что можно еще там отцентрифужить, отпюрвожить и так далее. У меня много таких вот забавных слов для этих всех процессов есть, но для начала я вот это сделаю. Так, у меня циркуита вывалилась из одной из машинок. Хорошо, это у меня делается. Нам нужен этот антимоний плюс олова, то есть лид, для того, чтобы сделать батареечный сплав, чтобы сделать сами корпуса для наших батареек. А наполнять я буду их содиумом, потому что вы видели, что соль можно делать прям вообще из воды. Но я все-таки пошла и покопала немножечко соли. В результате у меня вот соль, соль, соль. Это при том, что я где-то стека 3 уже пустила на еду, то есть сожрала 3 стека соли. 3 пуда соли сожрала. Ух, флешечка ненасытная. Ну, в общем, соль встречается достаточно часто, тем более, что у меня где-то здесь неподалеку есть жила. Я там покопалась, плюс еще накопала вот такого вот малинового счастья. Где ты, малиновое счастье? Иди сюда. Вот, липидолит. Я, в принципе, могла бы с липидолита навымывать, грубо говоря, сейчас вот с этих кусочков, потом через орвашинг плент я могла бы навымывать литиумные дастаньки, да, литиумной пыли и сделать литиумные батарейки, но... но! Липидолита там не так много в этой жиле, я думаю, что если я прям всю жилу выкопаю, на несколько батареек мне хватит. Я это сделаю, но потом. Я не хочу еще делать орвашинг плент, мне достаточно того, что я собираюсь сделать. Итак, чтобы с соли получить то, что мне надо, содиум, мне нужна машинка. Машинка называется электролизер, электролайзер, электролизер. Я не знаю, он будет электролизировать. В общем, что-то будет делать с моей солью, причем смотрите, какая прожорливая штуковина, 30 июзотик. Вот это ж заразель-то какая! И плюс еще будет производить мне хлорин. Хлорин это, конечно, очень круто! Очень круто! Но я не знаю, где я его буду хранить. Вот, потом я возьму эту пыль, кстати, которая горит. Не так, чтобы прям сильно, но горит. И потом эту пыль через кеннинг машин запихну вот в такие вот батареечки. Кстати, можно в большие. А это медиум-вольтажные, мне они пока что не нужны. Я вот в такие вот буду батарейки запихивать, по две штучки в батарейку. И у меня получатся батарейки на 50 тысяч ию. Много не мало, но делать я буду много. Много не мало, но делать я буду много. Флешка такая, флешка. Сделаю так вот, чтобы был стэк. То есть из стэка я получу, из двух стэков я получу стэк содиума. Из двух стэков содиума я получу, ну, грубо говоря, полстэка батарейки. не знаю где это буду хранить 32 штуки надо отдельный суду для этой радости но для начала мы сделаем этот электролизер лазер лузер лузер электро лузер вот отличное название электро лизер какая-то моя радость нам нужен basic 32 вольтный потому что ничего другого мы себе позволить не могем и что нам на это понадобится нам понадобится кусочек стекла здиристи также нам понадобится лв машинку который я сделала заблаговременно я бы говорил что я готовлюсь потому что я готовилась две платы также нам понадобится один тин кабель а что мне нету у меня тут всяческого есть видите я уже немножечко сделала четырех жильных тиновых кабелей и четырех жильных silver кабелей кабель кабелечков кабель уников но пока что я их использовать не буду я про сильверы я все-таки остановилась на тиновых пока что потом потом посмотрим потом будет суп с котом и также мне понадобится еще четыре золотых это собственно всего лишь два слиточка которые мы отправим вот в наш ваер машин я его отодвинула я решила те машинки которые мне сейчас будут нужны тот же электролизер и кэнинг машин поставить ближе к турбине чтобы потеря было поменьше хотя тиновые кабеля как бы теряют не так уж и много всего лишь один затем все же с вами растаячительные правда вот и я тут посмотрела на эту машинку как бы нету задание я немножечко расстроилась такая она точно будет потом но пока что нету я все равно хочу начать с нее даже если мне потом придется ее переделать все вот такая вот радость у нас сейчас она раздуплится подключится подумает и я сюда запихнул нашу сольку и смотрите мы получаем сюда хлорин сколько ты в себя сможешь вместить три четыре пять я не знаю сколько он себя сможет впихнуть может даже ведер 16 сможет хорошо чтобы это у меня не пропало зря я хочу сделать тэнк тэнк скорее всего я даже буду делать стальной тэнк потому что железный вмещает в себе 32 ведра стальной 43 стоит ли это того не знаю не знаю не могу сказать мне нужны двойные пластины также мне надо два винтика булочка мне нужны двойные пластины вот так две пластины и два винтика булочка на них мне нужна пила филя и и еще мне что-то будет надо но мы с этим потом разберемся вот так вот винтика булочки и также мне надо сожмакать вот пластину а я не знаю смогу это в хаммере сделать ты сможешь как бы вот взять и сделать мне нет я в тебя разочарованы у меня где-то кончилась энергия успокойся успокойся нет не надо тратить зря все закрыли тему успокоились ты отключился подожди немножечко остынь остынь капельку я не могу так делать да я что-то была уверена что я могу так делать ведь посмотрим как можно сбивать только вот форч хаммером серьезно хорошо давайте пойдем таким путем нет это не ты вот стальной танк нет я могу это сделать молотом обычно почему я в high pressure ford не могу это сделать видимо это надо уже делать в электрическом но я не гордаю сделаю ручками я что-то кажется в каждой серии это говорю вот хорошо две пластинки две вот этих штучки также нам понадобится а мне понадобится эта радость мне понадобится еще отвертка и молоточек где мои отвертки я где-то я с собой тут носила по базе и забыла куда тыкнул честно говоря со мной такой часто бывает конечно же она у меня в рандомных сундуках находится хорошо я здесь есть также мне нужны вот такие вот clear плейты насчет них я почему-то думал что я нарезала дополнительных но возьмем и раз режим вот только в столе да только в столе в окне нельзя что за вот сделаю побольше и также что мне надо мне нужен вот такой вот стеклянный тэн а он делается всячески железных штуковин много железа а я могу его вот так вот забрать собрать не надо вот такое вот стекло ой а как эти делала я же тебя как-то по-другому делают не рассказывай мне давай а я через обсидиановое стекло делала возможно возможно я взяла утолщенное стекло плюс 4 обсидиана раз два три четыре мацератной и утолщенное стекло вот так вот она делается она а просто перекладыванием даже вообще не серьезно вообще не серьезно ребят и так стекло мне надо одно и плюс два колечка я смогу это сделать в ассембле машин абсолютно без воздух ну смысле без болтиков и инструментов и так далее мне только понадобится два железных колечка они делаются кажется с молотами напильником как-то так нет покажись покажись а вот молот напильник вот так вот она делается и плюс еще стекло но для этого нам надо раздробить обсидиан и потом причем обсидиан надо раздробить дважды вот сюда его закину и дважды продроблю и так когда обсидиан совершенно готов мы его отправляем в луис молдер вместе со стекляшкой замечательно и теперь эту радость соберем потом два колечка или 4 требуется в ассембле машин 2 так все ушло сразу сундук иди сюда ты не нужен и отправляем это в ассембле машин прекрасно прекрасно мы себя избавили от работы с инструментами и так далее вот а теперь эту радость я могу я тебя через ассембле машин через карпантер кьюти ассембле машин просто дабы просто дабы мне не нужны болтики мне не надо столько пластин мне нужно только одна пластина а не могу да а если 2 тоже не могу у тебя вольтажность какая-то другая да я вот на это всегда не смотрю вот вернемся сюда 64 нет 30 смотрите но для этого надо расплавленное стекло извините простите как-то в другой раз пока что займемся ручной сборкой по крайней мере именно этого танка и так стальной танк покажись красавчик мне нужно будет отвертка я правда не знаю как я буду это все винчивать в стекло но все же но все же вот так вот и стеклышко стеклышко прекрасно у нас получился стальной танк на 43 ведра и знаете я тут задумалась над тем чтобы сделать вот такой вот аэрон тэнк для опыта потому что вот этот танк у меня уже полон даже при том что я дохну меня все равно много всего и так я поставлю здесь этот и скажу тебе fluid out output и походу она так не работает или попробуем ключиком где-то тут шмякнуть а вот так вот работает нам не нужна помпа нам надо просто вылить сюда жижу потому что я считаю что она важная скорее всего да давайте мы на юзач нажмем она смывает всяческий цвет ее можно запихнуть в баночку и с ней можно делать титаниум тетрахлорид да чтобы вы жили так как это пишется серьезно титанием тетрахлорид я не знаю зачем он но выглядит очень круто и скорее всего это то что нам потом пригодится а потом с помощью его можно будет делать какой-то ну это уже очень сильно and content пока что пускай будет у меня здесь много не влезет или делать всего 16 батареек то есть что-то разогналась правда 32 батарейки она собралась делать давайте делаем 16 так и как мы уже знаем эти тэнки прекрасно переносятся доли что я собственно сейчас и сделаю и кстати жители не натаскала вот что я забыла у флешечка то и разные разнообразные штуковины буду вот здесь складывать выглядят вообще симпатичненько хорошо теперь нам надо сделать что нам надо сделать сами батарейки мы сделали наполнение для батареек там теперь нужны сами батарейки значит это у нас нет вот так вот будет лучше кстати тут есть еще сингл юзовые батарейки скорее всего они находятся где-то в мире но сколько я здесь не ходила по данжам и так далее я батарейки не находила видимо автор это отключил и правильно сделал вот у нас есть содиумные батарейки в принципе у нас есть литиумные которые в два раза круче и вот что-то такое средненькое это cadmium но его тоже там надо через орвошинг тоже вот эти маленькие кусочки которых 9 надо на одну пыльку это ну нафиг и лучше сделаю побольше и так нам понадобится кинет машин давайте сначала машинку сделаю или же сами батарейки сами батарейки 16 штук нам понадобится кабель кабелечки тиновые 1 жильные и также вот пластинки пластинки если мы хотим 32 штучки точнее 16 батарей это у нас 32 пластинки 32 слиточка на каждый слиточек мое через алой смолтер через алой смолтер я сказала порч хаммер нет 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 почему ты не можешь мне показать как это делать нэй пожалуйста я понимаю что тебе сложно здесь такое количество рецептов ты страдаешь так же как и я давай вот это у нас 4 литиума на один антимоний причем антимоний может быть в дасте д прям в дасте в дасте ну хорошо давайте 4 на 1 и мы получаем 5 у меня вот здесь есть немножечко антимония точнее стебнита я стебнит запущу в свой хаммер он сделает стук-стук грюк-грюк и в результате я получу стебнит если я его промою я получу стебнит мне это не надо а вот если я его прям сразу пожарю я получу антимоний и вот именно это мне надо можно ли слиток на слиток не знаю мы сейчас с вами попробуем вот если что мы мацер от нем этот кусочек я тут немножечко тетраэдрит мучила в результате у меня теперь много-много копера бронзой можно хоть обмазываться и продаю не делала над копером много и можно можно как-то обмазываться и вкусняшки много вкусняшек мне очень нравится вот этот подбор и прям значит нам надо 32 пластиночки нам надо 32 сли . это грубо говоря если у нас из каждого получится по 5 это 6 ну 7 7 это потолок 7 это потолок 6 и кто первыми сделать 7 вот ты мне сделал 7 пар еще есть есть и также мне на эти 7 надо будет 7 на 4 28 28 лида я не весь лид переделала у меня еще где-то здесь есть да я вам не показывал я вот так вот рассортировала свои металлы собственно пыльки крашки здесь то что можно поюзать то что точно можно поизвать то что я еще не уверена как но можно повязать а здесь всяческие вещи которые вот перерабатываются какую-то крашатую фигню и я еще не знаю что с ними делать а это вообще в большом такие как бетонит тальк собственно я и не знаю куда она идет и когда она мне пригодится но пускай лежит теперь эту всю радость вот так и вот так запихнем сюда она со слиточками прекрасно работает и ждем пока она сплавится и в результате у меня получилось 35 слиточков ну собственно мне столько не надо но для ровного счета так и получалось теперь эти слиточки я отправляю в бандит машин потому что что потому что экономия то есть если делать через молоток то мне бы пришлось сделать не 32 штучки целый стек мне это конечно все равно но у меня же есть машинка можно и так правда подождать придется капельку а хотя пока делаются вот эти штуковины как их крафтит мы уже знаем давайте сделаем кэнинг машин которая будет нам запихивать наш содиум в наши батарейки basic кэнинг машин вот такая вот радость что нам на нее понадобится что нам на нее понадобится нам понадобится два кусочка стекла и 1 3 кусочка стекла электрическая помпа 1 2 3 электрическая помпа спасибо этой сумочке которая меня наградила таким количеством помп конечно же хул две платы да какой-то прожорливая и 2 тиновых кабеля 2 тиновых кабеля видите как флешка подготовилась флешка что флешка всегда готов и это все собираем вместе на нее тоже походу нету задания к сожалению да 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 и я уберу свой ассэмбли ассэмбли пока что уходим надо помнить что надо ключиком убирать честно говоря для меня до меня это доходит знаете не с первого раза я могу и киркой махнуть и когда все сломается да я помню было у меня такое на 164 печально нет на 125 склероз бывает а вот этого судьи ума смотрите есть интересные применения то есть потом в химическом реакторе кстати на той же вольтажности на которой мы находимся можно делать из всех этих пыли которые мы находим вот например с того же кварца можно сделать вот прям кусочки кварца если бы здесь не было ульев в аду вот эти ульи вокруг которых спавнится именно вот кварц кварц такой ваниль некий то в принципе я не знаю где бы я нашла вот эти кусочки кварца а так вот симпатичненько плюс смотрите еще сульфором можно делать а еще газ нужен но все равно очень интересно вот такая вот штуковина широкого применения потом в батарейке это можно пихать в различные интересно для начала сойдет что у нас с пластинами ну все печально у меня очень не вовремя кончился пар вот так вот бывает вот если я использую например каких-то две машинки или максимум 3 все нормально но как только я начинаю включать все подряд у меня короче все рушится потому что ну логично сколько может выдержать 1 бедненькая турбина нет так так жить нельзя это у нас есть пластинки я надеюсь там они обычные нужны они какие-то там добыл трипл батарейки батарейки они еще и стекаются они наверное пока не заполнены они стекаются прекрасно теперь нам надо эти батарейки заполнить в нашей кеник машин как видите у меня немножечко просадка по пару идет так что так что пока мы ждем пар я хочу сделать еще одну машинку потому что батарейки просто так они мне ничего не дают я не могу их запихнуть в ту же тоже не могу вас в турбину запихнуть правда in out я могу разве что ведром тут что-то на а ты у меня не полная давайте одну сделаем попробуем прямо в турбину тыкнуть такие авось прокатит вот пустая батарейка на 500 нет сюда только пар можно так запихивать так что нет это не прокатит вот значит что значит нам нужен батаре буфер где я опять через you пишу я не знаю почему нам нужен батаре буфер буфера здесь есть разные во первых буферы отличаются по вольтажности от низковольтажных и до всех потолков которые здесь столько есть и слотами слоты уже отвечают за ампераж грубо говоря потому что если вы поставите четырех слотовый буфер к одножильному проводу у вас все сгорит потому что если там будет несколько машинок стоит он попытается прям сразу послать несколько пакетов так и делайте нет поэтому я сделала сразу четырех жильные тиновые кабеля потому что я намылила сделать 4 слотовый буфер но есть еще один нюанс можно сделать например чуть ли не 16 слотовый но после в него поставить трансформатор на понижение повышения куда удобно вот и в результате он не выдаст больше либо же поставить буфер на 16 слотов который будет выходить в буфер на один или там четыре слота я вот прям различные схемы подумывала но я все-таки настроилась на буфер на 4 слота и так это у нас лов вольтаж на 4 слота буфер что нам сюда понадобится нам понадобится лов вольтажный машин хул конечно же сундук и 4 4 жильных тиновых не изолированных кабеля я это выговорила господи флешка что с тобой происходит 4 4 жильных тиновых 1 2 3 4 не сразу на глазах тают мои проводочки и в результате я беру вот тебя сундучок и вот так не пугайте меня так не пугайте меня теперь я возьму свои провода я потом еще на делаем и изолирую их я хочу ими пользоваться не надо 12 не получится в 12 таких вот проводочков и получится же неужели не получится да вы шутите я не могу вас изолировать а ну расскажи мне как ты изолировался на каждый провод по две штуки идет ах ты ж прожорливая ах ты ж прожорливая фиговина 24 берем провод и больше резины богу резины вот вот к чему я стремилась теперь я могу разобрать всю вот эту конструкцию пока что это все равно это еще временная конструкция я убираю все эти радости вот так вот а это как тебя убрать то и чё а ну уходи смотрите он уходить не хочет я его сломаю полностью скорее всего да я его сломала полностью потому что он наверное снимается чем-то другим так поехали чем тебе можно слова нет не отверткой кусачками флешка которая перебирает инструменты а давайте попробуем кусачками чисто по логике да но нет а бить не пока мы а бить это очень странно машинка ты очень странно теперь к этой штуковине я поставлю буфер вот я его даже правильно поставила да открой мне свое гуи сюда я поставлю батарейку и она должна по сути заполняться но она не заполняется ни черта почему скажи мне почему дружище вот здесь у меня пар туда-сюда прыгать все она раздуплилась она такая что я здесь я работаю я работаю и вот уже сюда я буду подсоединять кобелечек раз два например 33 максимум я не буду больше ставить мне больше машинок нет и и и и к этим машинкам я уже буду ставить те которые что-то у меня там потребляют например беннинг машин я часто использую я его поставлю поближе потому что ему надо много энергии всегда также я часто использую вармилл вот его тоже поближе он правда не сильно много жрет но я его поставлю поближе здесь у меня сундучок стоит я его уберу я его беру я здесь сзади поставлю экстрактор потому что я чаще всего пользуюсь экстрактором из вот этих электрических машин и мне так будет удобнее в него например там поставить hopper смотрите этот экстрактор у меня будет вытягивать из слайма и слаймовых блоков сами слайма кусочки а здесь слайма кусочки будут попадать в этот экстрактор и будут делать мне например 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 резину вот так вот и я вот здесь поставлю авто айтом output поставлю сундучок и все у меня будет замечательно вам не кажется просто прекрасно и в результате у меня здесь вот батарейка уже заполнить ну она не заполняется потому что все вот эти машинки по чуть-чуть берут значит мне нужна kenning машин ее я поставлю в конце или нет сейчас смысла нет я поставлю здесь и заполню остальные свои батарейки которые у меня вот здесь потом будут жить я притарабанила также сундук которые будут складывать батарейки которые сейчас не задействованы электролизер тоже уйди пожалуйста значит сейчас мне что надо сделать мне надо взять весь мой содиум мои батарейки и просто их заполнить смотрите они пустые тоже стакаются как интересно а вдруг они еще и полностью заполненные тоже стакаются вот это был бы номер знаете это мне бы понравилось в результате что у меня получилось у меня получилось просто нагромождение машины это уродство я с вами абсолютно согласна мне это тоже не нравится но для самого начала это прекрасное решение потому что у меня получается два буфера у меня получается огромный буфер который в принципе сейчас не так уж и нужен вот и у меня получается еще один буфер для энергии вот вот по сути когда мне надо пользоваться вот этими паровыми машинами которые еще у меня остались на эти так пережитки прошлого я могу просто взять молот и отключить турбину отключить турбину поработать с паром так как мне надо и потом ее включить но скорее всего я буду заниматься тем что буду просто копить энергию вот потому что она мне пригодится для производства той же той же печки и собственно для работы печки вот следующей серии уже займемся остальными блоками для печки потому что там еще много-много мы только начали с этим работать плюс мне надо подготовить место под нее потому что в этом чанке я уже ее ставить не хочу хоть она электрическая все-таки предпочитаю как-то разносить эти машинки потому что если вдруг что-то у меня рванет ребятки чтобы все яйца не были в одной корзине как говорится вот и какие-то такие достаточно дорогие штуковины лучше куда-то подальше разносить вот этим я и займусь к сожалению мы сегодня не сделали ни одного задания давайте хоть что-то сделаем у меня например есть задание на смотрите у меня есть задание на газовую турбину не отказывай мы займемся следующий раз я хочу сейчас с вами сделать дизельную турбину вот давайте сделаем то что нам еще надоест сенсор а я не могу тебе сделать потому что потому что мне нужен цертос кварца где мне его взять мне его нигде не взять нету я там капнула немножечко я могу например его я капнула же или нет иди сюда то что я его нашла это однозначно капнула вот он капнула ли я его вот я его капнула я понимаю что сейчас это жутко расточительный способ просто поджарить но мне нужен буквально один кусочек и как это штука называется просто хочу сумочки пооткрывать не могу не могу сдержаться это сенсор 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 самый базовый лоб вольтажный и на него мне понадобится 4 пластины и брас рот брас у нас вроде бы есть да есть у нас брас остался еще и его просто надо обработать напильником я понимаю что через мой они и так чем тебя юзать давай покажи мне свою сущность да напильником я чем пробовала я отверткой пробовал ах у меня такое прям сплошь и рядом и есть такая радость также нам понадобится плата 1 значит раз два три 4 1 вот это и вроде бы все вроде бы все вот такая вот интересная конструкция нам нужно готова прекрасно прекрасно это было быстро и по практически безболезненно и вторая штуковина которая которую мы тоже возненавидим это эмиттер эмиттер сенсор и эмиттер это ну судя под названием это что-то для беспроводных передач вот для эмиттера опять-таки нужны вот эти брас штуки раз два три четыре скорее всего в оригинальном греги там идут плейс рода мне кажется я где-то видела там блейс рода честно говоря а мне в награду дали цартуса все а я тут поперлась еще делать и также мне понадобится две платки а что еще пластины не нужны нет мне понадобится еще два тиновых кабеля раз-два а это что один откуда у меня один тиновый кабель странно странно у меня вроде бы все было пощип посчитано но оказалось что нет я могу тебя выложить могу есть засчитала я что подумал вот не надо для задания shift кликать я это осознала только когда уже shift кликнула хорошо эти задания выполнены монетки вот сюда у меня уже количество монеток растет смотрите всяческие разные и и и я наверное избавлюсь от огромного количества инструментов которые у меня есть в инвентаре и мы сейчас с вами откроем сумочку софт мы вот это я с собой оставлю ключик сюда а все остальное это соль для долли все остальное мы распихаем по сундукам потому что я могу потом не увидеть что же мне упало я могу вы меня знаете так почему лид не полез потому что я не туда его кликала а потому что это был батареечный сплав смотрите как они похожи как братья-близнецы вот и теперь шмак и шмак я ожидала немножечко большего давайте посмотрим на рецепт феном ахахаха ахаха а он-то медиавольтажный то есть я бы фиг до него добра это очень круто это очень круто фен это очень хорошо отлично спасибо да я просто не сразу осознала все свое счастье ну и книжка с пером это тоже хорошая вещь я уверена что мы ее где-то пристроим на этом все ребятки вот такой вот систему буфера я себе забабахала я вы помните я очень долго к ней шла и я рада что я до нее до топала я займусь тем что буду наболнять эти батарейки энергии потому что энергия нам приходит пригодится в следующей серии скорее всего займемся я не уверена что прям производством самой печки но мы будем двигаться в ее сторону я бы хотела еще немножечко задание поделать потому что там есть и газовая турбина и дизельная турбина я очень хочу к ним добраться потому что у меня уже полный тэнк кри азотного масла и для газовой турбины у меня практически полный сундук зомбо плоти и как вы видите полный огород картошки которая только будет увеличиваться вот я и к тому и к тому очень хочу прийти побыстрее потому что это мне много даст на этом все с вами была флешка и всем пока пока